Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну, из чего я хотел бы, господа, начать. Как вы видите, по курсу у нас, наконец, сегодня произошло все-таки некое движение, связанное с остановкой по диапазону дальнейшего смещения. Пока говорить об этом еще рано, да, потому что, ну, как бы это только первая свеча. Я вам говорил, что именно сегодня у нас начинаются непосредственно со стороны ЦБ и Минфина возможные, ну, или интервенции, или закупка валюты, то есть там было непонятно. Мы видели, что спекулянта разогнали до 97 с утра, но потом наступил, как говорится, судный час от ЦБ, и они все это дело быстренько, собственно говоря, скорректировали. Мы сейчас увидим, на самом деле это были действительно интервенции. Выпуск сегодня, господа, будет короткий, потому что, смотрите, всю основную информацию по ситуации, что на что влияет, как я уже говорил, теперь смотрим в ролике, который вот был, находится сейчас в закреплении, и, как говорится, для непосредственно рекомендуется для тех, кто впервые на канале, да, мы, естественно, в короткой форме это все дело будем, естественно, затрагивать, но в целом для того, чтобы все-таки подсократить, потому что информации на самом деле бывает очень много, бывает не так много, но в связи с этим, так как каждый раз приходится все заново, как говорится, разъяснять и так далее, то в связи с этим у нас, конечно, все равно растягивается хронометраж по видео, поэтому как бы будем стараться сейчас все равно немножко ужаться, да, тем более, смотрите, сегодня объективной информации мало, да, то есть если мы возьмем конкретно по нашему календарю, чтобы больше к нему уже не возвращаться, значит, смотрите, что мы ждали, господа, мы ждали речь члена ФРС, это был как раз Харкер и Боуман, да, и на самом деле они действительно выступили, как я и ожидал, то есть смотрите, по словам Мишеля Боумана, ожидает, что вероятно потребуется дополнительное увеличение, между тем президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заслался на необходимость сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени и сказал, что снижение ставок может быть оправдано в следующем году, если инфляция замедлится, внимательно отслеживаем показатели инфляции США в четверг, то, что мы будем ждать, может спровоцировать большую волокинность, равно то, о чем я вас и предупреждал. В общем, смысл какой? Если подвести итог, то по большому счету ФРС, как обычно, в итоге, как я и предполагал и предупреждал, оказались более ястребинные в этот раз, потому что, естественно, цены на нефть росли, и, как мы уже говорили, естественно, они пытаются с ними бороться. Нужно было дать поддержку доллару. И, на самом деле, они сегодня выступили для поддержки по доллару, но доллар, на самом деле, господа, сильно-то и не укрепился. Дальше у нас были, смотрите, аукцион по размещению 3-6 месячных кальнозначейских векселей. Там, по большому счету, прошло, грубо говоря, без особых сильных каких-то изменений. Чуть лучше, где-то чуть хуже. И был также индекс потребительского кредита США. Его я даже не стал ждать, сейчас время 21.30, потому что, ну, я понимаю, что это, на самом деле, сильно как-то не отразится. Ну, а теперь давайте уже быстренько посмотрим тогда, что у нас в итоге сложилось на рынке, да, и, соответственно, как и что могло повлиять сегодня на курс непосредственно доллар-рубля. А мы уже говорили, что сейчас, на самом деле, основной эффект, это прежде всего эмиссия рубля. То есть, те, кто, как говорят, смотрит канал в первый раз, да, мы не будем сейчас рассказывать про непосредственно то, что связано было до этого, как это работало, а сразу говорим о том, что рубль печатался. Все это время печатался рубль. В моменте, соответственно, это все приводило к тому, что рубль девальвировался ко всем валютам. И именно сегодняшний день, 7 августа, непосредственно Центробанк и Минфим должны были прекратить этот процесс, потому что это связано было, естественно, с бюджетным правилом. И в этой ситуации получается, что как раз должны были начаться либо закупки валюты, но уже без напечатанного рубля, да, то есть непосредственно на те доходы, которые Россия получает нефтегазовые, либо же все-таки не закупая эту валюту, но, например, могли проводить интервенции, что, в принципе, скорее всего, мы в итоге и увидели. Давайте посмотрим, что же у нас сегодня было непосредственно по индексу доллара, да, значит, смотрите. По индексу доллара, если мы посмотрим, вот он, 5-минутный график, то есть непосредственно в самом долларе, обратите внимание, сильных изменений не было. Вот если мы даже сравним с пятницей, да, мы же видим, вот он был на 102,6, отсюда он падал, да, а доллар-рубль, естественно, как мы уже говорили, никуда не падал, он только рос. Это к тому, чтобы показать, особенно новичкам, кто на канале, да, что не от доллара у нас ослабляется рубль, не от доллара, а именно от этого печатного станка, то есть от эмиссии, которую проводит Центробанк, мы уже вот здесь показывали эту таблицу, да, и вот как раз 1 августа она увеличилась еще больше, то есть начиналась она в начале года 16.454, а под 1 августа она стала 18.395. Это чтобы полностью, как говорится, аргументированно подтверждать те слова, которые я говорю. То есть вот эта как раз напечатанная эмиссия, она и ослабляла рубль, а никоим образом не доллар. И, естественно, не юань, как мы тоже говорили о юане, то, что закупка юаня, она приводит, естественно, сразу из-за этого непосредственно в девальвации рубля. Но, как выяснилось, что девальвация этой рубля проходила именно на напечатанный рубль, то есть рубль печатали, и потом покупали юань. И вот в данный момент мы видим, что на самом деле индекс доллара у нас, то есть сам доллар, он падал. Он падал, он слаб, вот здесь вот он вначале у нас рос, а потом он начал падать. А у нас курс доллар-рубль в этот момент только продолжал, собственно говоря, рубль слабеть. И вот мы видим сегодняшний день, что, в принципе, доллар немного буквально попытался там восстановиться в район 102.40. Небольшая была коррекция, вот если мы посмотрим наш основной период, когда мы непосредственно отслеживаем именно интервенции, обратите внимание, с 10 там, ну с 9 там, вплоть до 11, да, для начала. Это вот они у нас начинаются. Вот как раз мы видим, что здесь небольшая была попытка доллара подняться от 102.10, да, до 102.35, да. Ну, то есть 30, грубо говоря, 40. То есть это небольшое, на самом деле, абсолютно такое коррекционное, можно сказать, укрепление, да. А если мы посмотрим по доллару-рублю, вот там, господа, картина будет маслом. Вот смотрите, как раз с 9 до 10 вначале у нас курс без особых изменений. Вот мы помним, вначале была попытка подняться, да, обычно у нас с утра, именно происходит, как правило, такая шпилька вверх. Потом происходит небольшая коррекция, интервенции начинают. А потом, смотрите, видимо спекулянты, собственно говоря, осмелев, потому что, смотрите, все же получили сигнал какой, да, что банк, ой, вернее, ЦБ вместе с Минфином будут закупать валюту. То есть это о чем говорило? Это говорило о том, что, естественно, они должны девальвировать рубль. И спекулянты разу начали действовать. Они стали покупать, 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 разогнали до 97, потому что, еще раз говорю, смотрите, индекс доллара у нас в этот момент, он не рос, он буквально там немного скорректировался, потому что, ну, если сравнить со вчерашними данными, даже, да, с пятницы, вернее, то мы видим, что тут абсолютно небольшое укрепление в рамках исключительно коррекции. Вот после вот этого падения сюда, соответственно, подъем обратный. Вот и все. То есть это возврат на тот же диапазон. А если мы видим в конце, то у нас вообще доллар, да, он как бы пошел на снижение. А что мы видим по доллару-рублю? Рост. У нас просто пошел рост. Почему? Идем на юань, и тут все становится понятно. Вот оно, с 9 утра, смотрите, юань закупают, 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 закупают. Разогнали юань до 13.50 почти, да, 13.47. И вот после этого начинаются интервенции. И вот оно понеслась. Уже распродажи, попытки выйти, опять распродажи, и, соответственно, доллар-рубль. Вот он, дошли мы до 11 часов и понеслась. Центробанк начал уже проводить интервенции. И эти интервенции были как раз уже в рамках остановки. То есть это уже не коррекционный, да, как мы видели вот здесь. Когда вот в этом диапазоне мы стояли, да, и видели, когда начинались вот эти попытки разгона, там были такие коррекционные, очень мелкие такие интервенции, то здесь уже они уже пошли серьезно. Как вот здесь, как вот было перед тем, как, собственно говоря, остановили вот этот диапазон. Поэтому, говорю еще раз, делать выводы, господа, пока рано. Это только вот первые-первыхые шаги, и, как мы видим, еще пока не приведшие к какой-то там серьезной коррекции, да, но в любом случае некую остановку мы получили. То есть некие сигналы мы получили. При этом, давайте посмотрим еще и на нефть, да, нефть у нас, как вы видите, сегодня падает. То есть нефть на самом деле не оказывала, естественно, тоже поддержку рублю, но мы видим, что рубль укрепился. Укрепился, конечно, не в рамках общего движения. Понятно, что он сегодня поднимался, но в принципе, если даже сравнивать с пятницей, да, вот мы видим пятничный результат, мы фактически в районе 96 ходили, закрывались, считая, в районе там 95-75, то есть даже сегодня немножко мы действительно укрепились, то есть по концу дня в итоге можно считать, что даже укрепились по отношению к четвергу, да, простите, к пятнице. То есть на самом деле уже все-таки начинаются некие признаки, но еще раз говорю, мы никогда не спешим с выводами, да, мы же все-таки не чертевелом, да, мы не просто там рисуем и соответственно, как говорится, на этом делаем прогнозы, мы уже говорили, что мы естественно рассматриваем ситуацию со всех сторон и спешить с какими-то выводами никогда не будем. По поводу нефти, да, теперь возвращаемся непосредственно к вопросу о том, собственно говоря, что же все-таки влияет на курс доллара рубля, это к тем, кто, соответственно, канал смотрит впервые, да, потому что нефть является основным инструментом, из-за которого, собственно говоря, происходит все, что связано прежде всего соответственно с курсом доллара рубля, да, во-первых, нефть, как мы уже неоднократно говорили, повторим, она является инструментом, который соответственно разгоняет инфляцию в Америке и Европе, поэтому Америка всячески борется с ценами на нефть, всевозможными способами, связанными денежно-кредитной политикой, то есть там повышение ставок и так далее, что влечет сразу к поддержке доллара, а доллар давит на цены на нефть, вот кстати сегодня, скорее всего, мы тоже вот этот процесс можем увидеть, сейчас вот посмотрим, нефть, вот смотрите, она у нас в самом начале 7 числа, вот она у нас начало, обратите внимание, нефть стартовала на 86.50, вот сюда, то есть был после коррекции с пятницы, резко пошла вверх на 86.50 и вот то, что мы видим по доллару, вот он, с утра начинает расти, вот этот разгон доллара после вот этого падения, это именно было связано с тем, чтобы сдержать цену на нефть и он начал расти, потому что, то, что выступили ФРС, они естественно дали ему в этом плане поддержку, но это привело к тому, что вот как раз как доллар начал расти и вот до пика он рос, до 9 утра, если мы посмотрим, то здесь мы тоже увидим, вот он пожалуйста, 4, 5, уже все, доллар все продолжает расти, нефть начинает падать, 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 вот так к 9 часам и окончательно ее подавляют, она опускается в район 83, там, грубо говоря, около 85.50, 85.30, вот так вот, но это еще не так глубокая коррекция, которые, собственно говоря, как говорится, пытались добиться, но в любом случае этот момент, естественно, тоже мы видим прекрасно, что доллар, как только нефть получает возможность, скажем так, зависеть от неких, скажем так, данных, которые не являются фактическими, а ожидания, да, некие, то есть, например, там разговоры о сокращении дополнительном, да, или там экспорта нефти, сокращение, или добыча, в данный момент, кстати, господа, я вам хочу сказать, сыграла роль ситуация в Черном море, то есть, вот этот удар по танкеру, он как бы, по-российскому, он, соответственно, привел к тому, что начали оценивать риски, возможно, еще сокращения поставок нефти, и вот на этом, собственно говоря, нефть в начале была практически на максимальных значениях, а потом, так как все-таки, типа нефть, так сказать, все-таки продолжает поступать, никаких серьезных катастроф там не произошло, то это, соответственно, как говорится, было отыграно в рамках вот этой коррекции, но мы понимаем, что на это, естественно, еще и повлиял доллар, поэтому, американцы сдерживают нефть за счет, прежде всего, доллара, также всевозможных словесных интервенций, связанных непосредственно с угрозами там рецессии, остановки экономик, там, то есть пандемии, всевозможные там банковские кризисы, все то, что может привести к падению спроса на нефть, и вот этими механизмами они пользовались все это время, как раз для того, чтобы, собственно говоря, сдерживать цены на нефть, в том числе, не давая, помимо того, что мало того, что растит инфляция, да, так еще и не давать зарабатывать Российской Федерации, то есть, чтобы бюджет Российской Федерации не добирал, и в том числе, помимо, естественно, простой задачи с точки зрения, как говорится, торможения и разрушения экономики Российской Федерации, также сдерживание на ситуацию с СВО, поэтому нефть является основным краеугольным камнем, а у Российской Федерации, соответственно, к нефти была прежде всего зависимость, особенно от бренда, от цен нефти на юрос, то есть, бюджет Российской Федерации, прежде всего, он, естественно, пополнялся не за счет цен на бренда, а именно на юрос. Поэтому, чем выше эти цены, тем, соответственно, бюджет Российской Федерации больше зарабатывал, и, соответственно, правительство могло иметь при этом рубль более, как говорится, крепким, да, а как только, собственно говоря, меньше начиналось зарабатывать, соответственно, начиналась девальвация рубля, что вы, в принципе, и видели. Но, как выяснилось, что потом все-таки этот механизм был гораздо сложнее, как я уже сказал, в предыдущих видео вы это можете увидеть, и вот этот период, собственно говоря, так как российский бюджет не добирал денег, да, ему пришлось печатать эти деньги, откуда мы получили вот эту девальвацию рубля. Поэтому, когда мы проводим прогноз валюты, да, мы учитываем, естественно, все факторы, которые связаны на взаимодействие, скажем так, возможности оказания давления непосредственно на курс с точки зрения нормального курса образования, но также мы теперь и должны смотреть на ситуацию, связанную непосредственно с девальвацией искусственной, а именно, во-первых, эмиссии рубля, да, вот, например, если доходы там на нефть упадут, мы понимаем, что мы завязаны, помимо там, то, что там всегда везде, во всех там, новостных каналах и так далее, пишут, что это все связано с балансом, торговым балансом, наличие там, количество импорта или экспорта, превышение, да, и, соответственно, спроса на валюту, там еще потом, я вот там случайно так это, глазом одним глянул, а там РБК там рассказывает, вот, многие уезжают в отпуск, покупают доллары, короче, все вот эта фигня абсолютно обывательская, да, на самом деле, как мы уже знаем, механизм простой, то есть есть фонд национального благосостояния, и он работает по принципу, соответственно, бюджетного правила, а бюджетное правило, на самом деле, так как все-таки у нас ситуация непростая, страна находится в военной ситуации, да, то, также надо понимать, что непосредственно сама-то вот эта кубышка, она заблокирована, заморожена вместе с ЗВР, и Российская Федерация, для того, чтобы, соответственно, как говорится, пользоваться этими средствами, она печатает рубли, когда не хватает, так сказать, для бюджета деньги, под эти замороженные ЗВР, это вот в короткой форме, для того, чтобы вы понимали, почему происходит вот эта девальвация, не потому, что там кто-то закупает валюту для отдыха и прочее, да, не потому, что там у импортеров, там, как говорится, выросла потребность, да, а экспорт у нас упал, вовсе не по этому, а потому, что не хватало денег в бюджете, который, естественно, из-за того, что экспортная выручка упала, а это было связано как раз с ценами на нефть, да, то есть, если мы вот здесь посмотрим, как раз еще раз, да, вот они, вот этот период, это тот момент, когда, собственно говоря, ценовой потолок на нефть работал, и в этом момент, естественно, бюджет Российской Федерации не дозарабатывал, поэтому было принято решение, судя по всему, в рамках вот этого вот бюджетного правила, собственно, начинать печатать рубли, потому, что бюджет был, как мы знаем, в дефиците, и вот это как раз и привело к тому, что курс настолько ослаб, поэтому, когда мы сейчас его прогнозируем, мы всегда говорим о том, что надо все время принимать во внимание действия самого Центробанка Минфина, потому что непосредственно само правило бюджетное, да, оно нам говорит о чем, если доходы высокие, больше 8 триллионов там рублей, да, то, соответственно, тогда деньги направляются каждый месяц, непосредственно с закупки валюты, надо этот момент тоже не забывать об этом, потому что закупка валюты, господа, она приводит к автоматической девальвации рубля, а происходит эта закупка, господа, через юань, поэтому мы тоже за ним следим, за непосредственно юанем, который при том офшорный, например, потому что, когда на него растет спрос, и он сам по себе растет, это тоже девальвит рубль, то есть вы должны понимать, что все это завязано с юанем, плюс ситуация напечатанными рублями, поэтому мы за этим, как бы, хотим, не хотим, но постоянно должны, соответственно, следить, и вот в данной ситуации получается, что когда кубышка наполняется, за счет того, что покупает валюту и золото на рынке, естественно, это приводит к девальвации рубля, в данный момент мы видим, что, видимо, ЦБ не стал этого делать, он об этом заявил, о том, что он будет это делать 7 августа, но, как видим, он также нам заявлял о том, что он посмотрит по ситуации, как она будет связана с курсом, то есть насколько курс будет сильно в этот момент ослаблен по рублю, и тогда она будет принимать решение, закупать эту валюту или нет, а до этого, когда доходы были низкие, был процесс обратный, когда, собственно говоря, из этой кубышки, но мы вот только что с вами обсудили этот вопрос, что для того, чтобы брать из этой кубышки, и, соответственно, продавать потом, покупать на эту валюту рубли, нету, не было откуда это брать, поэтому печатали рубли, под те замороженные непосредственно резервы, которые находились непосредственно, как мы знаем, в Америке, Европе и так далее, поэтому, естественно, девальвация шла, шла она прежде всего не за счет курса, вот этого должны понять, а именно за счет эмиссии рубля, и вот в связи с этим мы ждали, когда этот процесс закончится, потому что, когда деньги берут из кубышки, это мы просто теперь должны четко понимать, еще раз говорю, во многих этих там новостных каналах, как и так далее, нигде об этом не сообщается, я искал эту информацию, нигде никто не говорил о том, что идет эмиссия, и вот в этой ситуации, мы должны четко понимать, что ослабление рубля идет именно из эмиссии, а эта эмиссия продолжается до тех пор, пока процесс в рамках бюджетного правила не поменяется на обратный, то есть непосредственно начнут заполнять кубышку, что сегодня и должны были начать делать ЦБ, и вот мы видим, что доллар на самом деле сегодня особо не окреп, даже где-то что снизился, а доллар-рубль вначале взлетел, и потом, собственно говоря, скорректировался, вот это и есть признаки, вероятные той интервенции, которую начинает, собственно говоря, проводить Центробанк, но, еще раз говорю, делать выводы пока рано, остановить остановили, вот это был останавливающий, явно коррекция останавливающая, а вот дальше теперь вопрос, останетесь мы в этом же диапазоне, то есть, например, там 90.65 не выше, да, и 95.50 не ниже, или все-таки постепенно начнем снижаться, вот это очень важно, и, соответственно, как я уже сказал, все остальное, все, что связано с реальным, как говорится, ценообразованием курса, да, то есть, все, что связано с изменениями по евро, по доллару, то есть, изменения по ставкам, какие-то комментарии ФРС, там и так далее, они, естественно, будут оказывать влияние на курс доллара рубля, в любом случае, просто мы должны понимать, что сейчас он девальвирован более высоко, искусственно, именно за счет эмиссии рубля, и если мы посмотрим сегодня, непосредственно, давайте посмотрим по ситуации по рынку, да, обратите внимание, юань сегодня упал, вот он, как раз тот самый офшорный юань, про который мы с вами говорили, да, у него непосредственно к доллару есть падение, видите, ослабился он, а мы видим, что с утра пытались разогнать, то есть, это была чистая спекуляция, спекулянты хотели сыграть на том, что заявил Центробанк, что они 7 августа будут, собственно говоря, закупать валюты, и все понимают, что раз закупают валюту, значит, будет девальвировать рубль, но многие не знают о том, что откуда были эти деньги, с этой кубышки, и, соответственно, каким образом сейчас Центробанк будет действовать в рамках коррекции курса, потому что, еще раз говорю, Центробанк, Минфин, мы все это видели с вами, вот в Телеграм-канале, кто, так говорится, ну, допустим, первый раз нас смотрит, может потом посмотреть туда, зайти к нам в канал, и вверх посмотреть, там все у нас есть, мы все это описывали, весь этот процесс, поэтому, соответственно, там было четко объявлено о том, что, естественно, они будут покупать валюту только в том случае, если это не будет сильно, ну, как бы ослаблять рубль, да, то есть они оставляют это на свой, как говорится, скажем так, вид принятия, то есть они сами будут принимать решение, не то, что вот объявили, и с этого периода по этот период, они все это дело будут закупать, нет, они четко объявили, все это будет зависит от того, насколько это сильно будет влиять на курс, и вот мы видим, что сегодня непосредственно юань падает, теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с облигациями, смотрите, облигации, они прежде всего, естественно, нам поддержку доллара дают, да, вот они, десятилетки сегодня продавались, потом немножко откупились, ну, остались практически все равно, в рамках на ожидание на падение, да, то есть распродажа может продолжиться, это, естественно, привело к чему, что у нас доходность облигаций, десятилетких опять начала восстанавливаться, непосредственно двух леток осталось даже более низкой, собственно говоря, в пятницу, то есть мы обратили внимание, что сейчас идет инверсия обратная, да, то есть получается доходность как раз дальних больше, становится чем ближних, и мы видим, что здесь в этой ситуации как раз ближние начинают даже постепенно по доходности падать, а вот десятилетки, они как бы начинают разгоняться, это мы тоже уже в последнее время достаточно часто уже, наблюдаем, да, по индексу доллара, как я сказал, он ослаб, то есть если мы посмотрим непосредственно на дневки, да, вот видите, абсолютно на самом деле, если сравнивать с тем, как он упал, простите, в пятницу, да, то здесь, грубо говоря, на нижние точники, он пока устанавливается, держится, никаких сильных изменений по курсу, для того, чтобы падал рубль, да, нету, это вот так вот должны точно понять, что доллар никаким образом сейчас в плане ослабления рубля не работает, вот когда он пойдет за 103.20, 103.40, вот тогда мы увидим реальное ослабление непосредственно рубля к доллару, в данный момент ничего не происходит, это все связано именно с той искусственной девальвацией, которая проходила, здесь мы уже с вами посмотрели по доллару рублю и по юаню, да, то есть я вам показал, что были интервенции, и, собственно говоря, по нефти мы тоже посмотрели, единственное, что у нас осталось, а еще американский рынок, да, американский рынок, смотрите, он тоже сегодня, в принципе, побывал, ну, скажем так, попытался вернуться за 4.500, тоже не очень это удается, но попытался все-таки до 510 дотянуться, для того, чтобы ниже 4.500 не падать, но здесь, на самом деле, тоже все под вопросом, все ждут данные по инфляции, впереди еще остается какая-то часть отчетов, поэтому какое-то время, может быть, рынок попытается еще вернуться на 4.530, но с большой вероятностью все-таки коррекция в районе 4.480, и даже в итоге на 4.420 вполне еще, вполне реально, поэтому имейте в виду, и это, естественно, на это будет влиять ситуация с долларом, потому что, если, соответственно, будет выходить данные по инфляции, например, по растущей, то, безусловно, конечно, доллар будет укреплять, а мы с вами, прежде всего, по курсу именно, так как нас интересует именно курс к рублю, должны будем следить за ситуацией, действие Центробанка. Конечно, вся вот эта статист, которую мы сейчас с вами еще дальше будем разбирать, она, безусловно, может повлиять, но мы, прежде всего, должны получить сигналы от Центробанка. Первый получили. Получился ли это потолок, и теперь мы, соответственно, ищем пол, гарантий пока нет, пока будем наблюдать. И вот давайте посмотрим, что у нас, господа, будет завтра, и что у нас может повлиять. Значит, смотрите, сальто торгового баланса Китая, объем экспорта и объем импорта. Очень важный будет параметр, потому что, соответственно, мы увидим, насколько экономика Китая внутри, соответственно, усиливается, и что они больше делают, экспортируют, или, соответственно, импортируют. Как вы понимаете, это может отразиться на ситуацию с юанем, а так как мы уже говорили, что мы привязаны к юаню через кросс-курсы, и любой спрос на юань автоматом приводит девальвация рубля. Поэтому, соответственно, мы, естественно, за Китаем будем следить, а также ситуация с экономикой Китая, безусловно, еще и влияет на цены на нефть, которые также могут, соответственно, поддерживать цены на нефть, приводить к тому, что доллар будет укрепляться. Но, прежде всего, нас интересует ситуация с юанем, потому что прямая связь на юань, к рублю, если юань начинает, покупает, если спрос на юань растет, если юань растет, это автоматом девальвирует рубль. И тут уже, если Центробанк ничего не делает, как мы понимаем, курс тянут еще выше. Если все-таки Центробанк включается, соответственно, происходит коррекция. Вот как мы наблюдали сегодня. Она может быть корректирующей, как вот проходило, когда вот здесь было несколько дней, немножко корректировали, потом в итоге урастали еще выше. Здесь может быть уже останавливающий. Вот как здесь произошло. Здесь, вот здесь, прежде чем, как говорится, дальше уже либо продолжится диапазон движения, смещения, либо нет. Я думаю, что все-таки должны, наконец, постепенно все это дело приостановить. И еще раз говорю, жду все равно, где-то вот как минимум в начале, для начального этапа, это 91.50 и 90.50. Но посмотрим. Значит, по Китаю сказал, да? Дальше, смотрите, те же данные выйдут по Америке. Объем экспорта США, объем импорта США и сальдо торгового баланса США. Это будет важная тоже статистика, не такая, которую мы ждем впереди, но здесь нам тоже укажут, что, соответственно, если экспорт у США растет, то тогда, соответственно, с большой вероятностью доллар, ну, как бы крепкий им не нужен, а вот если у них растет импорт, вот тогда, соответственно, им надо укреплять доллар, потому что, чтобы покупательная способность доллара повышалась, да? Поэтому за этим тоже будем смотреть. Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIAI. Это очень важный будет, господа, прогноз, потому что он является, естественно, одним из факторов влияния на цен на нефть, а мы уже говорили, как нефть, соответственно, влияет сразу на курс рубля. Поэтому здесь, соответственно, будем за этим тоже следить. Они, как правило, дают, ну, скажем так, манипулятивные зачастую данные, да, то есть они пытаются там всячески надавить на цену на нефть, начинают говорить о падении спроса, о том, что там выработка у них растет, что сланцевый нефть добывает больше, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, всячески, с славянцевыми травянцами, пытаясь подавить цену на нефть. И мы вот видим, что нефть сегодня, да, она как раз сейчас стоит в ожидании вот этих дальнейших данных, и вот этих комиссий, и отчет ОПЕК, и, соответственно, она может после этого продолжить резко свое долежение и дальше выше. Значит, за этим следим. Потом идет аукцион по размещению трехлетних казначейских нот. Это, опять же, к вопросу облигаций, да, насколько они будут хорошо размещаться. Это тоже может повлиять, соответственно, либо на укрепление доллара, на ослабление. И дальше недельные запасы сырой нефти под американского института нефти API. Это те данные, господа, которые будут предшествовать, предшествовать те, которые выйдут в среду, официальные. Это, так называемые, неофициальные данные, но на них уже может быть реакция. Доллар может начать расти, как только они выйдут, например, если сильно сокращаются. А я напоминаю, на прошлой неделе они сокращались просто, просто безумно. По 17 миллионов, по 15 миллионов. Поэтому, как бы надо готовиться к тому, что с большой вероятностью завтра доллар, господа, пойдет на укрепление. С большой вероятностью. Особенно еще, если, как посмотрим, как там проговорят эти открыкосрочные прогнозы, как, собственно говоря, пройдет вот эти данные по импорту и экспорту. Но сам доллар, еще раз говорю, может пойти на укрепление. Но надо учитывать, что, еще раз, доллар-рубль, непосредственно к рублю, да, он девальвирован, он очень сильно рубль. Поэтому, эти колебания мы увидим, но могут возникнуть действия Центробанка. То есть, если доллар начнет резко укрепляться, естественно, курс может пойти выше, но там Центробанк может включиться. Также, если все-таки, например, будет смещение по курсу, я не исключаю такой вариант, ЦБ может и не включиться, если не работают работ спекулянты. Если начнут работать спекулянты и разгонять, как это было сегодня, да, тогда, соответственно, могут опять произойти интервенции. В общем, на данный момент, господа, спешить мы с выводами и прогнозами не будем. Мы пока наблюдаем. Только первая свеча появилась, которая нам, как бы, стала намекать о том, что есть вероятность все-таки какого-то приостановления диапазона, то есть, не пускать опять, да, до этого у нас вот был момент, мы не пускали за 92.50, да, но потом, соответственно, все это дело вынесли. А сейчас это уже становится в районе 95.50, и вот тут надо будет смотреть. Но там ситуация была другая. Если здесь мы знаем, уже Центробанк начинает заполнять свою кубышку, то здесь была эмиссия рублей, здесь печатали непосредственно рублей. И вот эти процессы были исключительно сдерживающие, да, поэтому посмотрим. Ситуация в этом плане отличается, реакцию, соответственно, будем смотреть. Так что, господа, по курсу теперь смотрите непосредственно, что будем делать по прогнозу. Ситуация, соответственно, следующая. Если все-таки у нас Центробанк, Минфин, не будет, как говорится, противодействовать дальнейшим попытке спекулянтам дальше оттолкнуть цену, да, то мы можем увидеть, опять же, 96.50 и 95.50. Но здесь уже Центробанк, получается, открывается. То есть, спекулянты уже знают, что вот здесь есть вероятность попытаться, например, толкнуть, а потом фиксировать, потому что ЦБ может начать останавливать курс, то есть тут как бы тоже для ЦБ не очень как бы лучший вариант, когда он четко указывает диапазон, в котором будет работать. Поэтому он может допустить и повыше, а потом скорректировать. Также, если все-таки процесс коррекции начался, и все-таки ЦБ будет в рамках бюджетного правила вот эту выручку продавать, да, валютную, а он не покупает, как, собственно говоря, он заявлял о том, что он покупает и отправляет, на самом деле он, естественно, будет проводить и продажу этой выручки. Поэтому вполне вероятно, что он может непосредственно, постепенно начать корректировать и пониже. Но надо учитывать, что доллар с большой вероятностью завтра сам пойдет на укрепление. Поэтому, если все-таки, как я уже сказал, интервенции будут продолжаться корректирующие или там останавливающие, тогда можем спуститься все-таки в диапазон 94.50 и 93.50 вот сюда. Если нет, то могут попытаться опять выутянуть за 96.50 97.50 вот в эту зону. Скорее всего, 95.50 96.50 вот так вот. 97, наверное, все-таки пока рано, но такой вариант исключать тоже нельзя. Дальше, по евро, смотрите. Здесь вот, кстати, тоже показательно, обратите внимание, насколько юань сегодня пролился. Вот обратите внимание, здесь очень показательно, насколько доллар-рубль, видите, насколько евро, и фактически он остался еще при росте, да, и вот насколько юань. Все это проходило, естественно, через юань. Поэтому вот мы видим, что юань неплохо скорректировали, но это пока еще не момент, когда можно сказать уже о том, что, собственно говоря, начал укрепляться рубль. Потому что, смотрите, основной, как я уже говорил, это 12.80, вот он, там, где начиналась вот эта импульсная свеча. И вот если мы, кстати, вернемся сейчас вот сюда, да, и посмотрим. Давайте даже вот сюда вернемся, здесь будет показательно. Вот, возьмем однодневку, да, официальный курс нам нужен для этого. Потому что на официальном курсе мы видим объемы, на неофициальном мы не видим. Сейчас, один момент. Что тут там есть-то? Что тут у него? Ну-ка. Что с тобой произошло-то, блин? Что-то с ним произошло. Так, вот смотрите. Посмотрим сейчас официальный. И вот смотрите, видите, вот он, я уже показывал, вот он, импульсная свеча. И вот здесь стали, соответственно, после этого гнать уже юань все выше и выше. Соответственно, эволюируя рубль. Но импульс был именно вот здесь. Вот эти все остальные движения с большой вероятностью могут быть спекулятивные. И вот здесь тогда может спокойно тоже начаться коррекция. Поэтому 12.80 это вот тот диапазон, который нам нужно прежде всего пробить для того, чтобы пошло укрепление рубля. Если мы его не пробьем, укрепления рубля не будет. Вот эта вся зона может работать против рубля. Если пробьем уже 12.80 если пойдем на 12.60, вот тут это уже прям такая прям серьезная коррекция. Тут можно прям ждать укрепление рубля очень серьезное. А если 12.60 пробьет, ну все, это тогда на глубокую коррекцию по курсу пойдем. Поэтому мы следим, еще раз говорю, не за долларом, за долларом-рублем мы следим через юань. Не через доллар-рубль, а именно через юань. И вот в данный момент мы видим, что это пока чистой воды коррекция. Вот если здесь смотреть, мы вроде бы как вот курс скорректировали, а по юаню мы видим, вот он, видите, здесь прям четко на уровень коррекции он пришел, 13.24, и это еще не говорит о том, что здесь начнется, как говорится, дальнейший пролив. Вполне вероятно, что отсюда может все опять начать покупаться этот юань, поэтому с большой вероятностью можно ждать тогда девальвации, если, как я уже говорил, ЦБ не включат интервенции. Поэтому по юаню ждем, соответственно, либо А вариант начинаются закупки 13.40, 13.50, не начинаются закупки, либо остаемся в этом диапазоне от 13.20 до 13.30, либо начинаем корректироваться 13.10, 13.20. А по евро здесь, соответственно, либо мы выходим в диапазон 106.50, 105.50, 105.50, 106.50, да, либо начинаем корректироваться 104.50, 103.50. Все будет зависеть от того, либо ЦБ помогает спекулянтам, ничего не делает и даже, возможно, закупает валюту, тем самым девальвируя рубль, либо он включается в рамках интервенции и тогда, соответственно, либо сдерживает, либо даже корректирует глубже. Все будет, господа, зависеть исключительно от действия ЦБ. Исключительно. и Минфина. А здесь непосредственно вот эти все события, они могут повлиять как дополнительно на укрепление доллара как такового. Но еще раз говорю, он сейчас на нас в этом виде не действует в том виде, как он действовал раньше. Почему? Потому что, еще раз, у нас рубль, девальвированный больше, исключительно искусственно за счет эмиссии рубля. Вот такая, господа, у нас получилась картина на сегодня. Напоминаю, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками. Подписывайтесь на наш телеграм-канал трейдер-клаб анализ акций. Как я уже говорил, там у нас живой чат абсолютно. Видите, пока мы тут с вами записываем видео, там у нас идут обсуждения. Как говорится, подписчики выводят тоже свои какие-то мысли, идеи. Все это мы обсуждаем вживую, поэтому присоединяйтесь. Также у нас прямые эфиры проходят. Там мы уже разбираем не только курс доллара-рубля, а уже непосредственно все, что связано с рынком, акции, ваши запросы по вашим позициям и так далее. Поэтому присоединяйтесь к каналу, поверьте мне, очень полезный. Также напоминаю, что естественно мы будем с вами каждый день разбирать ситуацию, связанную с курсом доллара-рубля и вот эти события будем каждый раз смотреть, насколько они сильно могут повлиять, каким образом повлиять. Все это делается для того, чтобы максимально приблизиться к возможности правильного прогнозирования курса. Вот, кстати, смотрите, я вам покажу, был момент, помните, мы с вами в выходные, я вам показывал, там вот смотрите, был непосредственно аналитика, так сказать, всех финансовых специалистов, да, курс доллара на следующей неделе упадет на 1,37 рубля до 94,32, да, вот, а утром было там может 97, но 94,32 мы пока с вами тоже не увидели, евро снизится на 2 рубля, в общем, да, это вот то, что они ждали, нефть у нас должна была снизиться менее чем на 1 доллар, до 85,88, ну, а в итоге мы видим, где мы в итоге оказались, да, я написал ожидания и факты, поэтому на самом деле, как бы, да, понимаете, что курс прогнозировать довольно сложно, и то, что они прогнозировали, они даже, как бы, не давали обоснования, на чем, мы прекрасно знаем, на чем это происходит, и прежде всего, мы, конечно же, теперь следим прежде ситуацию и с эмиссией рубля, будет ли она продолжаться, нет, а это нам прежде всего подскажет цены на нефть, да, также мы смотрим, будут ли закупки валюты, непосредственно, ЦБ в эту кубышку, в национальном благосостоянии, это тоже приведет девальвация рубля, и также мы понимаем, что, конечно, вся ситуация, связанная непосредственно с денежно-гредитной политикой Америки, Европа, она тоже повлияет, но мы же помним с вами, что наш ЦБ поднял на 100 базисных пунктов, а рубль нисколько не укрепился, и все говорили, как же так, как же так, такого быть не может, оказалось, может, когда вы печатаете рубль, вот и все, поэтому, господа, ситуация с аналитикой непростая, это не просто линия начертить, и ждать там, куда, как у биржевика, там многие каналы, шип по доллару рублю, мы уже об этом говорили, мы такой фигней не занимаемся, поэтому, соответственно, для того, чтобы это делать правильно, следить приходится каждый день, курс плавающий, мы уже об этом тоже неоднократно говорили, поэтому каждый день на него, как на акцию, все равно приходит воздействие, но надо понимать, что это курс, и он стремится к стабилизации, поэтому, естественно, и ЦБ, и Минфин, все хотят все равно, чтобы курс был достаточно, в каком-то понятном диапазоне, они к этому будут стремиться, но рыночные конъюнктуры, безусловно, вновь свои коррективы, поэтому, мы каждый день за этим смотрим, в пятницу, мы подводим итоги всей недели, прошлый выпуск, в пятницу, вот, кто посмотрит, очень был, можно сказать, насыщенный, очень много полезной, там было информации, и, соответственно, в воскресенье, господа, мы, соответственно, делаем обзор следующей недели, такой же у нас будет календарь, будем разбирать все события, которые будут происходить на следующей неделе, поверьте мне, там их будет очень много, очень важных, и, соответственно, будем уже пытаться приблизиться по прогнозу на следующую неделю. На данный момент, еще раз говорю, пока мы не увидели, все-таки, окончательных действий ЦБ и Мемфина, сложно гарантировать, куда мы все-таки сейчас пойдем, вверх или вниз, как только установится хотя бы пол и потолок, да, грубо говоря, по курсу, то есть мы будем понимать, куда выше они не пустят, и где ниже они уже не опустят, да, потому что там могут начаться закупки, например, да, мы неоднократно видели, ее дешевеет, ЦБ начинает закупать, поэтому надо иметь в виду, что здесь нам надо понять, хотя бы, в каком диапазоне начнет работать. Вот тогда прогнозы можно уже будет делать, как говорится, более уверенно. А на данном этапе приходится исходить из и верхнего диапазона в случае девальвации, и из нижнего диапазона в случае коррекции. Так что вот так вот, господа. Поэтому, если не хотите ничего пропустить, понимать, как все это работает, как на что обращать внимание, не только с курсом вообще, с финансовыми рынками, подписывайтесь на нас и будьте в курсе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...